всем привет вы на моем канале вязание меня зовут алина в этом видео я вам хочу вам показать своей повезу лики декабря не знаю насколько они будут много это всего лишь начало первая игрушка у меня в этом месяце и она новая для меня я вязала ее за один вечер и даже сняла мастер-класс поэтому я обязательно оставлю подсказку в инфобоксе будет ссылочка на такую вот сошу как ее вязать савуня вот такая классная она вяжется крючком глаза на безопасном креплении такая сиреневая кисточки нет темно-сиреневая как и ножички шапочка с помпончиком вот такая сильно пушистые крылышки вот такая у меня первая игрушечка в этом месяце еще связались у меня вот такие девочки блондинки они две сестрички они были связаны специально по заказу то есть одна сестра с такими длинненькими волосами а другая с покороче вот волосы и одна из них любит желтый цвет другая любит красный цвет и я вот платьица снимаются вот ножки тут обувь не снимается вот такие из атласа бантики я привязала хвостики глаза вот такие голубые надеюсь заказчице понравится вот а тут мне нужно еще заколочки какие-нибудь еще не придумала какие поэтому пока она будет вот такая вот такие красивые небольшие больше 30 сантиметров вот я надеюсь ей понравится все и девочкам и заказчицы она это бабушка заказала своему внучкам на новый год под елочку вот такие сестрички и я связала еще еще связала я вот такого крошика у меня на канале есть мастер-класс по савуни и смешариков если кому-то интересно как вязать крошика то я сниму мастер-класс и на крошика хвостик вот такой у него помпончик глазки пришиты вы видели я его вязала раньше также я связала мешутку и зайчика это не связано по мастер-классу ольги аскаровой я оставлю ссылку на ее канал переходите вяжите вот они у меня с хвостиком я хвостик и сама придумал вот такие милые также я связала еще две собачки белочки по таким собачкам у меня на канале есть мастер-класс я оставлю ссылку переходите вяжите связались у меня еще вот такие собачки я уже экспериментирую и с цветом и с моделью вот такие хвостики у них есть шарфики пятнышко а вот одно ухо белое и хвостик желтая год желтые собачки часто спрашивают и вяжем только желтые собачки вот тут ушки уже немного другие чем у этой поменьше это побольше хочу вам показать еще мою новую игрушку это такой спонтанный пингвиненок я уже из этой пряжи связала себе шапочку и остался маленький клубочек и я смотрела в интернете схемы игрушек и мне попалась вот эта схема по описанию автора эта игрушка получалось 12 сантиметров у меня она сейчас скажу по голове 23 сантиметра получается я уже начала его вязать но у меня это очень толстая пряжа это в 100 граммах 110 метров и когда я начала вязать я поняла что мне не хватит пряжа и поэтому я взяла и все распустила свою шапку так как она мне не очень нравилось поэтому я решила распустить и связала вот такого новогоднего пингвиненочка он прям пингвинище очень огромный интересная схема я вязала крючком номер три по описанию там нужно вязать крючком номер два или два с половиной очень классные детали вяжутся вывязывается во время вязания и вот ножки они не пришиты они ввязаны в изделие вот там нету описание шапки шарфа и вот этого пятнышка ну я вот сама немножко переделала клювик глаза голубые на безопасном креплении шапочка с помпончиком я ее пришил решила вот так на бочок сделать очень огромный вот я ее вот на одной руке вот шарфик можно снять вот такой без шарфика и можно шарфиком очень огромный я хочу попробовать вот эту схему именно из тонкой пряжи я не ожидала что он такой прямо огромный получится по описанию посмотрела думаю окно получится но не сильно большой думаю сантиметров 16-17 получится но не боль вот такой красивый пингвиненок я думаю его быстро купят всем понравится моя новая игрушечка и так вот покажу вам еще игрушки которые связала вот это такую собачку связала вот я ушки тут сделала из-за горы так чтобы они немножко пушистенькие были серенькая я уже такой вязала в этом месяце но она была с одним ухом было белой ее у меня так быстро забрали в тот же день я не успела ее вам показать но это решила вам показать и также у меня связалась новая игрушка это собачка баффи я думаю уже все рукодельницы которые вяжут игрушки связала связали вот эту собачку я ее вчера мне показалось что она такая сложная вчера когда я взяла или то что я сейчас опять заболела и поэтому мне как-то на сложно удалось вчера вот такой у нее хвостик я тут просто вот привязала атласную ленту не могла никак придумать как его украсить тут спереди не видно из-за его мордашки ну так как бы для подарочка чтобы она была такой у нее хвостик такие у нее лапки задние вот глазки тоже тут на безопасном креплении и я вот мне понравилось как она выглядит как милая симпатичная небольшая она одета среди метров 20 21 у меня примерно получилось вот сюда до головы и мне так понравилось все таки как она получилась я решила еще вот в таком цвете от меня только заготовка всего лишь голова готова и вот в таком рыжевато-коричневым цвете еще будет вот еще одна такая собачка баффи и вот не знаю когда выйдет это видео выйдет оно в конце декабря или она выйдет уже в конце января так как мы опять переезжаем с квартиры на квартиры сейчас у нас что на сегодня 19 декабря и мы вот в конце этой недели будем переезжать опять на другую квартиру так как нашли дешевле так как мы снимаем и поэтому будем переезжать новую квартиру и как назло я заболела я заболела и хочу у вас спросить советы девчонки кто у кого есть такая болячка как у меня это гайморит это такая болезнь у меня он был проколотый уже больше года назад но в этом году я уже очень сильно переболела не мне ставили двойную дозу антибиотика в вену сразу прошло и хотя мне врач обещал что в течение года я вообще не заболею не вспомню так как я опять вышла на рынок помогаю там знакомым продавать елочные игрушки мишуру там всякое и заодно я вытаскиваю свои игрушки там продаю тоже неплохо и вот я там позамерзала так как на улице у нас не так уж и холодно плюсовая температура ну мне постоянно холодно в ноги хотя я будто хорошо и в кожаных сапогах и вязаных носках но все равно мне холодно и вот как я замерзаю в ноги как все у меня нос это все вот я даже неделю не простояла на рынке и опять я заболела вот думаю как мне дальше не нужно было простоять там на рынке до нового года но думаю уже не получится поэтому вот такой вопросик у вас кто знает я уже пробовала и сенофорти если но проект я пью эти капли в без антибиотиков практически я никогда не могу вылечить свой насморк промываю его капаю все же хочешь уже капаем и вот хочу спросить может кто-то знает какие-то лекарства или как-то можно уберечь себя от этого чтобы не болеть и также у меня заболела младшая дочь поэтому очень не люблю зиму не люблю зиму хотя у нас не такие же холодные зимы там максимум это минус 18 наверное сейчас у нас даже плюсовая температура но все болеем и вот так обязательно напишите мне в комментарии кто что знает как можно вылечить или хотя бы не знаю укрепить иммунитет наверное как чтобы не болеть так часто еще связала я вот такой комплект который состоит из повязки и варежек покажу сначала повязку вот она вязана узором рис или потанка вот так и посередине так как видите банта тут уже лицевые лицевая гладь тут я все пришила ничего не видно ни одного ни второго шва вот она заказала у меня вот эти варежки я спросила потом осталось ли пряжа чтобы связать еще повязку так как я купила два мотка мне осталось связала я две пары так как она просила две одинаковые пары варежек вот я вижу вот с таким пальцем с другим я пока еще не умею это взрослые варежки тут пряжа в две нити это alize lana gold classic вот тут я пришила бисер тут узор сова на всех у них идет они все одного размера и одинаковые то есть тот же самый и узор вот у меня ушло почти все два мотка мне даже осталось там прилично даже я из этой пряжи еще связала две собачки у меня еще осталось я думаю там еще на две собачки еще будут то есть я вязала две нити даже потому что в одно они были слишком тоненькие а в две нормальные не слишком толстые не у нас не такие сильные морозы вот на пара я их распарила чуть-чуть выпрямила вот этот узорчик надеюсь они подойдут она померила вот такой комплект правда я эти варежки начала очень давно вязать еще в ноябре но так как она могла мерить только по выходным у меня потом не было времени и вот эти варежки затянулись в долговязы у меня наконец-то я их довязала и она заберет перед новым годом будет у нее такой подарок вот варежки и повязочка хочу вам показать еще вот такие метинки я вязала две пары таких вязала для мамы а эти я связала для дочери это пряжа ализе меди 25 процентов шерсти и 75 акрила вот такие митинги на вот этих две пары хватает 100 граммовый моток и еще остается также я связала вот такую собачку так как этот год собачки желтый я связала много таких желтых собачек и брелочков тоже уже не помню сколько я не считала в этом месяце сколько у меня на канале есть мастер-класс по вязанию брелочков собачек я оставлю ссылку на мастер-класса то есть оставлю ссылку на плейлист там где идут все мои мастер-класса и так как я не раньше не оставляла описание где идут мои мастер-классы обещаю что в 2018 году я буду оставлять описание в инфобоксе так как некоторые подписчики у меня постоянно спрашивают иногда у меня вот эти схемы бывают на телефоне и они иногда у меня получается что удаляются мне иногда телефон глючит и удаляются я не могу ответить на некоторые вопросы сколько там рядов всего или еще что-то поэтому я всегда буду в инфобоксе оставлять описание к тем мастер-классом который я буду снимать поэтому пока в этом году у меня не было столько времени я надеюсь что в следующем году у меня будут будет больше времени я смогу оставлять это в описании так эта собачка связана по мастер-классу ольги аск также оставлю ссылку на ее канал я эти игрушки немножко делаю с некоторыми изменениями у меня немножко другая мордочка и туловище я немножко делаю его по толще по ее описанию меня получается немножко худенькие а я немножко переделываю вот схему в туловище немножко добавляя по одной петельке в руки также и то даже лучше я немножко покороче телу чем у нее но вот желаю всем чтобы новый год который наступит был благотворным что больше было здоровья времени всем моим блогерам которые подписаны на меня которые я смотрю желаю побольше лайков подписок побольше удачи здоровья счастья вам и вашим семьям побольше ровных петелек творческих успехов и что было чтобы вдохновение вас никогда не покидала все спасибо всем заниматься за внимание встретимся уже в 2018 году не знаю когда у меня уже выйдет новое видео так как уже будут праздники я надеюсь что мои подписчики меня поймут и будут ждать моих новые видео все пока пока спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на мой канал а какие у Продолжение следует...